Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним рецептом старинного кулича. Этот кулич не требует замеса руками, то бишь это кулич, который можно замешать либо ложкой, либо кухонной машиной, либо миксером и абсолютно не нужно вымазывать руки. Вы буквально все смешали, оно подошло и поставили выпекаться. То есть это один из самых простых куличей, но он не очень быстрый. Бывают прям очень быстрые куличи, но это я покажу вам в следующий раз. Для начала мы сделаем с вами опару. Для опары я слегка подогрела молоко, молоко не должно быть больше, чем температура тела. То есть это где-то 36, ну максимум 40 градусов для того, чтобы дрожжи не испортились. Добавляю дрожжи и сахар и хорошенечко перемешиваю для того, чтобы дрожжи разошлись. Дрожжи, как вы видели, я использовала прессованные. Если вы будете использовать сухие, то в принципе делайте то же самое. Добавляю сюда муку и перемешаю. Теперь осталось нашу опару только накрыть влажным полотенцем и поставить его в теплое место. Где-то минут на 40-40 час опара должна хорошо подняться, а еще лучше, если она поднимется и начнет садиться. Это будет знать, что она уже дошла до самого пика и уже с ней можно работать. Тогда мы уже с вами займемся основным тестом. Здесь у меня сразу масло, яйца, сахар, ванильный сахар и сметана. Я это все начинаю смешивать. И вот посмотрите, как подошла моя опара. Это одни сплошные пузыри, как пористый шоколад. Красота такая. И здесь вот перемешиваются мои жидкие составляющие и к ним я буду добавлять сюда опару. Все это добро у нас станет абсолютно однородной консистенцией. Такой, как на хорошие блины. Добавляю сюда еще пол чайной ложки соли. И буду в три этапа добавлять муку. Раз добавила, чуть-чуть перемешалась, чтобы мука лишняя у вас нигде не оставалась. Все-таки следите, мука у всех разная. Вам может понадобиться и 260 и 300 грамм. Но в среднем это где-то 280 грамм. Тесто не должно быть прям тугим. И теперь буду сюда добавлять сухофрукты. Сухофрукты я не замачивала ни в коньяке, ни в чем. Потому что тесто у нас довольно мягкое. Пускай они потянут влагу из этого теста. Кстати, хочу сказать, что вместо сметаны можно добавить коньяк, либо молоко. То есть заменить в тех же самых пропорциях 60 грамм. Посмотрите, какое красивое у нас тесто получилось. Как много в нем начинки. Оно хорошо отходит от стенок за счет большого количества масла. Я в этот раз делала со сметаной. Очень много там сухофруктов. И точно так же, докрывая наше тесто влажным полотенцем, отправляю в теплое место подходить часа на 2. Иногда даже 2,5, если у вас не очень тепло. Тесто должно увеличиться в 2,5 раза. Вот такая вот красота у нас должна получиться. В этот раз я пеку на пол порции. Обычно я пеку в 2 раза больше. Но в этот раз буду делать небольшие маленькие куличики, чтобы ребенку было покушать. И один такой крупный для нас. Вот такой вот большой хочу один сделать. Все остальные вот такие вот маленькие узенькие, я их не буду делать очень высокими. Если вы хотите стандартный печь кулич, посмотрите, какое нежное мягкое тесто у нас получается, то вы форму накладываете где-то около половины формы. Может чуть-чуть меньше половины. Я буду ложить чуть меньше половины, потому что не хочу, чтобы мой кулич вылез через борта. Я хочу, чтобы все стенки были абсолютно ровненькие, и мой кулич по бокам был гладкий. То есть никакой шапочки не хочу сверху видеть. Поэтому я кладу всего лишь там чуть больше трети, но меньше половины формы. Все равно, допустим, бумажные формы я буду снимать, потому что они все равно остаются немножко маслянистыми. Я этого не люблю. Но если уже пеку на праздник, и куличей очень много, то часть куличей я оставляю в формочках для того, чтобы они менее подсыхали. Вот такую вот красоту отправляю подходить. Накрываю просто полотенчиком и отправляю подходить. Подходить они у нас тоже будут час-полтора-два. Смотрите, чтобы они увеличились больше, чем в два раза в объеме. Либо, если они у вас уже подошли вот так вот до краев, тогда ставите их в духовку, чтобы они у вас не повыпирали потом наверх. Вот так красиво подошел и мой большой кулич. Остальные вот так вот не доходя до верха. Повторюсь, я не хочу, чтобы они у меня вылазили через верх. И пока у меня пекутся куличи, пекутся они при температуре 170-180 градусов. Через минут 20 начинайте смотреть, чтобы они у вас не перепекались ни сверху. Можете попробовать на сухую шпажку. А я буду делать из глазури вот такие вот красивые цветочки. Это обычная глазурь, которую я буду делать из яйца и сахарной пудры, добавив щепотку лимонной кислоты в конце. Здесь где-то на один белок около 200-220 грамм сахарной пудры у меня ушло, для того, чтобы сделать плотную вот такую вот глазурь, из которой можно крутить цветочки. Я буду крутить цветочки двух вариантов. Здесь из насадки розочка небольшая. Кручу вот такие вот маленькие, практически как розочки, ранункулюсы такие маленькие, фантазийные в общем цветочки. И насадкой хризантема делаю светленькие цветочки. Повторюсь, глазурь здесь просто яичный белок, взбитый с сахарной пудрой. Ничего больше. И вот такую вот красоту оставляю высыхать. Часа два с половиной должны они хорошенько просохнуть, чтобы серединка тоже была сухая и они хорошо снимались. Вот такие вот красивые и яркие они у нас будут на куличах. Так, листочки я буду делать уже непосредственно на самом куличе. Допекала куличи я уже ночью, не стала их показывать. И вот утром начинаю их украшать. Взбила просто белок с сахарной пудрой. На один белок где-то 150-180 грамм сахарной пудры ушло. И повзбивала еще немного, чтобы глазурь моя стала поплотнее в этот раз. Я не хочу, чтобы она у меня в этот раз сбежала вниз потеками, а хочу регулировать эти потеки сама. Срединку посыпала немножечко посыпкой на наши куличи и буду выкладывать цветочки. Но в оставшуюся глазурь после куличей добавила еще немного сахарной пудры, сделала ее такую стоячую и зеленого красителя. И буду делать с этого цвета глазури вот такие вот веточки, что ли, и листочки. Веточки, вот такие вот полосочки просто провожу по куличу вокруг. Можно их сделать было из шоколада, можно было покрасить коричневую глазурь. Но я не хотела делать темные куличи, поэтому сделала ее тоже такого яблочного цвета, зеленого. И вы видите, прекрасно отлипают мои цветочки. Они хорошо у меня просохли. И я их просто раскладываю на еще влажную зеленую глазурь. Потому что белая уже начала схватываться, она довольно быстро схватывается. И на зеленую выкладываю вот так вот цветочки. Потом добавлю уже листочки в самом конце. Покажу еще раз. Просто тоненькой насадкой или просто разрежьте кондитерский мешок, либо плотный пакет. Очень тоненько. И вот так вот провожу, делаю такие веточки. Как гнездышко, что ли. И выкладываю цветочки. Их можно обложить вообще по кругу. Можно сделать прям полностью залитый цветочками кулич. Не хочу, чтобы было прям очень наляписто. Хочу, чтобы все-таки получилось нежно. Поэтому и не делаю там 10 оттенков. Сделала вот, чтобы все было в таком нежно-фиолетовом цвете цветочки. Вот такая вот красота. И теперь насадкой листочек из этой же зеленой глазури добавляю сюда несколько листочков под мои цветочки. Все на самом деле очень просто, очень быстро. Этих цветочков из одного яйца, из одного белка получается очень много. То есть вам хватит на все куличи. Если вы их, конечно, печете там, ну, не больше 10-15 штук. Вот такая вот красота у нас получается. Куличи получаются очень яркие, очень красивые. И очень-очень вкусные. Мы сейчас также разрежем куличи. Я покажу, какой он у нас внутри получается. Мне очень понравилось в этот раз украшать. Я, наверное, таким образом и буду украшать на сам праздник свои куличи. Вот такими вот цветочками. Может, в серединке еще сделаю надпись. Ну, а теперь давайте разрежем один куличик. Буду разрезать небольшой. Большой пока отставим. Разрежем средний куличик. Режется он очень хорошо. Кулич мягкий. Очень ароматный внутри. Сразу вот разрезаешь и чувствуешь такой именно пасхальный аромат. Посмотрите, какой он равномерный и красивый внутри получился. Порки абсолютно равномерные. Нет и очень огромных пор, и не забитые абсолютно. Очень такие вот равномерные, так как прям и нужно. Очень много в них начинки, и это очень-очень вкусные куличи. Обязательно ставьте пальцы вверх и пробуйте. С наступающими вас праздниками. До новых встреч! А с вами был Кекс. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok